Уважаемые пассажиры, в течение этой рекламы вы можете пройти на кухню за едой и напитками. Текущая высота примерно от первого до двадцатого этажа. Чтобы набрать большую высоту, приобретайте дешевые билеты через авиасейлс. Сервис для покупки дешевых авиабилетов. Всем привет, наши дорогие зрители и подписчики канала. Вы как всегда на канале Семья на чемоданах. С вами я, Славян. И Настенька. Настенка. И сегодня информационный выпуск. Такие выпуски вы на самом деле любите, потому что мы там считаем бабосики. И сегодня мы вам расскажем, сколько же денег мы потратили за наше путешествие на Шри-Ланке. Точнее, наш мини-трип по самому острову. Сколько денег у нас ушло на такое путешествие. И вообще, на что рассчитывать, если вы приедете на Шри-Ланку почилить на пляже, и вдруг вы такие, о, я хочу все-таки путешествовать и отправиться по острову. И вот сегодня... По крайней мере, самое лучшее. Да, и сегодня мы вам об этом расскажем. Сколько, сколько, сколько же все-таки. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на канал. Да, если вам интересно. А если нет, то не надо. И погнали. Шри-Ланка достаточно большой остров. И мы, как люди, которые любят путешествовать, мы решили отправиться в глубь острова и посмотреть. На самом деле, путешествовать по Шри-Ланке можно несколькими способами. Можно выбрать экстремальный способ путешествия и отправиться на грозебазах, на автобусах. Короче, вот эти перебежки. Нам этот вариант не подходил, хотя он очень интересный. Так как у нас... Что у нас? У нас маленькие детки, которых трое. И даже если бы мы на своим ходом ехали, надо было таскать их и вещи. Ну, это очень сложно было бы. И нет никакого желания просто быть в мыле, хотя ты здесь и так весь в мыле. Поэтому мы выбрали чуть другой способ. Сейчас расскажу. Второй момент, как можно отправиться в путешествие по острову, это взять просто байк. Например, если вы один, либо вас двое, то... Вообще идеально. Классно. Взяли и поехали. Ну, тут как бы есть тоже другие стороны. Чуть позже об этом будем рассказывать в других выпусках. Еще вариант. Можно взять тук-тук. И у нас есть такие знакомые, которые катали весь остров на тук-туке. Там, конечно, по ходу дела, прощай спина. Но, тем не менее, можно так сделать. Мы выбрали вообще такой классный способ, который мы очень сильно любим. Мы любим это комфортный, взять машину в аренду. Мы очень любим автопутешествия. Сюда можно было бы еще докрутить единственное, что в онлайф, и вообще было бы замечательно. Чтобы просто останавливались где угодно и ночевали. Но нет. Мы просто ехали на машине, останавливались в различных городах, снимали жилье и путешествовали. И сейчас как раз будем говорить про машину. Вообще, на самом деле, у нас основные статьи расходов это 4 штуки. Автомобиль и все, что с ним связано. Еда и все, что с ней связано. Жилье и достопримечательности. Так как везде вход платный, это тоже нужно учитывать. И, собственно, мы начинаем с автомобиля. Это как основная, основная и важная статья расходов. Это, собственно, аренда машины. Как искать машину, тоже будем рассказывать в других уже видеороликах, когда будем рассказывать все, что нужно знать про Шри-Ланку. Мы нашли вот у этих ребят. Номер здесь прикрепил. Вы можете также с ними связаться. У них есть выбор машин. Мы взяли самую дешевую. Нам было абсолютно не принципиально. Самое главное, чтобы она ехала. Аренда машины, если перевести по прошлому курсу, который был сейчас курс подрос, она нам обошла где-то в 19 тысяч рублей на 2 недели. Да, 14 дней. Мы ее брали за 250 долларов, ну, на 15 дней. Дальше переводите, собственно, курс постоянно туда-сюда. Вот 250 долларов мы отдавали. И еще мы отдавали за нее депозит. Это 200 долларов, который нам вернули, когда мы отдавали машину. Отсюда вытекающий, чтобы на ней ехать, вам нужно иметь бензин. Конечно же, бензин. Естественно, в первый день мы заправили машину. Значит, здесь топливо вот на сегодняшний день, то, что мы записываем, стоит 400 рупий. Тоже по курсу. Вот смотрите, я перевел немножко, чтобы хоть как-то было понятно. Мы проехали 1400 километров почти. И, естественно, мы заливали несколько баков. Машина малолитражка, очень маленький бак. Приходилось на заправку заезжать несколько раз. И ушло у нас на топливо? 8,5 тысяч рублей. О, вот так вот. 8,5 тысяч рублей. Собственно, можете рассчитать, сколько жрет эта малолитражка, как танк. Также немаловажный пункт, который мы тоже затратили на путешествие. Он тоже основной. Без него никуда, но, по крайней мере, нам. Мы делали местное водительское удостоверение мне. Ездили в Коломбо. И его получали на один месяц. Один месяц получить права категории Б стоит 2000 рупий. Если загнада вам будет на 2 месяца, то, собственно, будет 4. Если на 3, то 6. Ну и дальше там плюсуйте. Также, учитывая, что мы ездили на машине, мы часто платили за парковку. Но слово «часто» можно заменить на слово «дешево». Потому что парковки здесь реально стоят вообще сущие копейки. И за все это путешествие двухнедельно у нас вышло 200 рублей мы отдали за парковку. Представляете? То есть вообще смешно. Но пусть такая цена здесь и остается. Не надо ее повышать. Ну и, конечно же, нам нужно было где-то ночевать, жить, останавливаться. И мы снимали жилье. По несколько дней выбирали какой-то город более такой центральный, к каким-то достопримечательностям. И уже оттуда катались. За все время мы снимали где-то 5 раз жилье. И это все нам обошлось посуточно в 20 тысяч рублей. Условно, в принципе, за 2-2 500 можно найти квартиру, апартаменты, гостишку в любом городе. Где-то будет похуже, где-то будет получше. Но опять-таки это зависит конкретно от вас, что вы хотите, какие у вас бюджеты. Вы можете снимать и за 10 тысяч в день. Но нам лично это не интересно. Почему? Потому что мы едем путешествовать, а не жить. Поэтому, как толком на комфорт, нам не принципиально. И вот, например, 2 раза мы снимали жилье. Ну, было так себе. Ну, а 2 раза, а 3 раза очень хорошо, я бы сказала. Вот, а 3 раза даже очень хорошо, да. А цена примерно одинаковая, ну, плюс-минус. Поэтому здесь расход будет на ваше усмотрение, на ваши потребности, на ваше желание. У нас вышло так. Если бы была машина для ванлав, мы бы вообще ничего бы не снимали, а просто бы ехали. Как в Турции. Да, совершенно верно. Следующий пункт у нас будет, конечно же, это питание, потому что... Куда? Потому что мы хотим кушать. Потому что это важный пункт, на самом деле. Если... Мы не будем есть, мы умрём. Поэтому мы едим много. В общем, мы питались в основном в кафе. Было, наверное, пару случаев, когда у нас что-то получалось приготовить. В основном, потому что мы снимали без кухни. Вместе с кафе и какие-то напитки, мороженое, кокосы, фрукты. Нам всё обошлось за 2 недели 40 тысяч рублей. Что я считаю, что-то дофига. Да, вот это мы проели. Это я, кстати, не знала. Это мы сняли машину, сняли квартиру по цене того, что мы проели. Но на самом деле здесь такая история, потому что ты едешь, ты едешь в абсолютно новый город. Ты не знаешь, где там кушать, где нормальные цены, где нормальная кухня, где ты не отравишься, не обосрёшься потом. Плюс большая семья. Да, но мы много где ели и поняли, какие цены. Где-то даже были рестораны чисто для европейцев, то есть у них цены в долларах. А по курсу они там переводят немножко по кривому и невыгодному. Но мы всё изучили. И на самом деле сейчас уже доделываем наш авторский гайд по Шри-Ланке, который вы можете приобрести. Стоит 490 рублей всего лишь. Приобрести и повторить наш опыт. Там куча-куча-куча будет полезной информации для вас. Вы просто приобретайте, изучайте и гоу, как говорится, на Шри-Ланку и путешествуйте. По предзаказу уже можно оформить. Будет готов там недельки, наверное, через две. Поэтому с такими трудностями, как столкнулись мы, вы уже точно не столкнёте, если будете путешествовать по нашему авторскому гайду. Ссылка есть в описании. Ну и заключительный пункт, это будут, наверное, входные билеты на всякие достопримечательности Шри-Ланки, которые, как оказалось, не такие уж и бюджетные оказались по сравнению с другими странами. Нет-нет-нет, я скажу по-другому, что есть достопримечательности, на которые цены просто конские. Причём для местных там вход сущие копейки, реально копейки. А для нас, типа, что у нас денег, что ли, много? Туристов. Там просто, допустим, взять тут же, как она, Сигирия, гора вот эта. Сигирия, вход 30 баксов. 30 баксов на одного человека. Ну и древние города по 25 долларов тоже за каждого. Плюс парк, который мы ходили, нам обошёлся в 5 тысяч рублей. Ну, это самое дорогое, что мы ходили в сафари парк. А для местных там вход 100 рублей. 500 рублей человека, да. Мы тоже это снимали и показывали их билеты. А с нас по 15 долларов, по-моему, да, взяли? Да, по 15 баксов. Представляете, собственно... Ну, в общем, на всё про всё. Считая, что мы не ездили в древние города и не заходили на Сигирию, а ходили на соседнюю скалу, мы потратили 11 тысяч рублей на все вот эти вот достопримечательности, так скажем. И, кстати, на самом деле, ну и рекомендуем не ходить на Сигирию. Но нет, если у вас там деньги позволяют, вы можете, конечно, сходить. Мы просто, ну, зажопили, потому что, ну, куда? Это приличная сумма выходит. На Сигирию 10 тысяч, чтобы зайти, посмотреть. Да, мы делали восхождение на соседнюю гору и не пожалели, потому что там как раз открывается вид на Сигирию, и там очень крутые фотки, очень крутые видео можно сделать. В общем, рекомендуем сделать так. Если у вас рядом там где-то жилье общее снимаете, то можно в один день подняться туда, во второй день туда, если хочется, конечно. Мы подсчитали, взяли среднюю цену, да, сколько нам обошлось жилье в день, сколько обошлось содержание машины, еда. А в целом получается, что 2 тысячи нам обходилась аренда машины с бензином в день, 2 тысячи жилье в среднем в день, 3 тысячи еда в среднем в день. Итого уже 7 тысяч, и тысяча рублей на достопримечательность. То есть, в общем, это где-то 8 тысяч рублей умножаем, грубо говоря, на 2 недели. Получается, мы потратили за 2 недели путешествия где-то 100 тысяч с копейками рублей. Всего-то? Всего-то. В прошлый месяц просто, ну, на минуточку в феврале мы прожили на 100 тысяч в месяц. Просто здесь ходили в кафе, катались на тук-тулках, пили, ели. Да, куча всего было интересного. В общем, да, путешествовали даже по побережью, как минимум. Да. Вот, это тоже обошлось 100 тысяч, но это путешествие выходит затратненькое, на наш взгляд. Вот, особенно если у вас семья. Я думаю, что вдвоем без деток, конечно, это было бы дешевле, потому что можно было бы и снимать попроще, и есть где-то перекусывать. Ну, то есть, а семьей, да, оно получается не бюджетное. Ну, давайте так, у нас много зрителей, которые нас смотрят именно семейных, кто хочет поехать, но не знает, сколько это будет стоить. В общем, если у вас семья, закладывайте от 8 до 10 тысяч рублей. 10 рублей, да, если вы из России, если не из России, то сейчас здесь в долларах сделаю. Закладывайте в день на такое путешествие. Если захотите еще дольше путешествовать, то, конечно, закладывайте еще больше. Нам лично 15 дней хватило за глаза, потому что остров, центр острова, он все-таки сложный, потому что там постоянные серпантины, и ты от этого очень сильно устаешь, и очень длинные расстояния. Вот, поэтому 15 дней вот вообще просто за глаза. Идеально, можно все посмотреть, даже можно было гораздо больше, наверное, чем посмотреть, но это вот все зависит от вашей спортивного интереса. Но у нас просто не было такого гайда, как будет у вас, понимаете? И мы даже элементарно на этот поезд потратили 2 дня, чтобы разобраться, и тоже это в выпусках показывали, что вообще ноль информации. Там с нами были ребята из Марокко, и они тоже говорят, information zero! И они тоже долго потратили много времени на то, чтобы понять, как вообще передвинуться на этом поезде. В общем, такие истории. Но скажу сразу, здесь вот, например, есть экскурсии, однодневные, двухдневные, за двухдневные, не знаю, мы узнавали на однодневную экскурсию, которая будет длиться примерно 16 часов, представляете, с ранним-ранним подъемом на нашу семью со скидкой. Он сказал 120 долларов, а вообще с человека 45 баксов. Они просят, даже у них сейчас есть этот информационный стенд. Ну вот это тоже примерная информация, сколько стоят экскурсии. Но опять-таки я еще раз говорю, что, например, вы поедете куда-то в центр острова, это минимум 3-4 часа до первой локации. Поэтому мы рекомендуем отправиться непосредственно в путешествие по острову, уделить хотя бы дней 15. Гайд взяли, выпуски пересмотрели и в путь. В общем, друзья мои, если не смотрели выпуски, впервые попали на наш канал, то обязательно гляньте, два плейлиста Шри-Ланка и три по Шри-Ланке. Гляньте, посмотрите, зарядитесь и, конечно, приезжайте на Шри-Ланку. Здесь всегда лето, теплый океан, постоянные кокосы, фрукты. Ну и самое главное, не забывайте путешествовать, абсолютно не важно, где вы находитесь. У нас всё, пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok